Привет, сейчас буду делать картошку-пюре. Уже приготовила картошечку, начитку. Что, дорогие, я уже картошку почистила, сейчас буду заправлять, уже непосредственно картошку отправлять в водичку. Дорогие, когда мне надо быстро пюре сделать, я беру и нарезаю вот одну большую картошку на такие маленькие кусочки. Примерно вот так, смотрите, как я это делаю. Она буквально варится 20 минут, 15-20 минут, она готова. И вот так получается. Все, дорогие, ставим ее на огонь и на плитку, у меня электрическая. Я ставлю на 15-20 минут. После закипения должна картошка повариться, потом пюре буду делать. Котлетки, мясо, свинину, уже нарезала кусочками, добавляю лук. И сюда также буду добавлять черный перчик, соль буду добавлять, ее перемешивать и хлебушек. В хлебушке у меня батончик вот такой вот. Батончик, ну я, наверное, пол батончика буду добавлять. Ну, честно говоря, посмотрю. Если захочу посочнее, то могу еще добавить хлебушка побольше. А тем временем картошечка уже готова. Мы теперь спускаем в процесс. Мясо. Делать морфи. Да, есть, кстати, такое приспособление, очень интересное мясо. Очень удобно. Очень удобно. Мясо нужно так проходит. Все, кто напряжение, спокойно готовится. Все, кто напряжение, спокойно готовится. Такое у нас мясо получается. Прям нежное. Марсик обалденный. Очень нежный вкус. Сейчас лучше, чтобы не обладать. Пирожка вкусненькая была, добавляем сливочное масло. Все размешиваем. Да, сынок, сейчас трушки пойдем мыть. Можно еще молочка добавить. Но у меня сегодня молочка нет, поэтому у меня сегодня будет картошечка со сливочным маслом. Тоже, кстати, очень вкусно рекомендую. Пока-пока. Дорогие, ну вот так процесс у нас происходит. Мне еще Димочка помогает. Молодец какой. Вот так вот мясо, потом молочок, сейчас еще хлебочек сюда будем добавлять, перчик, соль. Потом мешаем и жарим на сковородочке. Дорогие, беру батон, вот такой нарезной, потом туда водички добавляю, просто холодненькой. И получается вот такая консистенция у меня. Хлебушка. То есть получается, да, хорошо. Просто получается, видите, какая консистенция, я ее сразу просто перемалываю, и все, не надо даже мясорубку засовывать. Вот, аккуратненько, смотрите. И получается прям мелко-мелко, прям мелко-мелко, совсем прям не видно его. Тут получается, он вообще такой, как мясо, даже еще меньше становится. Когда вы его прям хвошите, вот так вот, размельчите к хлебушку, он получается такой прям нежный, такой мягенький, его почти не видно. Так, добавляем соли, буквально там три щепотки соли. Опять же, на глаз аккуратненько добавляем соль по вкусу, по-вашему. Добавляем перчик. Добавляем чуть-чуть перчика, потому что у кого есть детишки, конечно, аккуратнее с перчиком. Если много добавите, конечно, будет не очень. Взрослым, конечно, классно, а дети есть не будут, это я вам гарантирую. Знаете, вы знаете, приправы я всегда добавляю разные. Здесь вот добавила приправы томат без лика, чеснок, без добавления гултомата, натрия или сгаму. Также могу укроп добавить или петрушку. Если, например, этого нету, добавляю что-нибудь другое по вкусу. Пока-пока. Ну все, дорогие, перемешиваем все. Дорогие, вот на выходе какой у нас парс получился для котлеток. Интересный, очень хороший, нежный, приятный, сочный. Дорогие, вот такой фаршик у нас получился. Теперь берем, формируем котлеточки. Котлетки берем, вот так формируем. Вот такая котлетка у нас получается. Чтобы не слишком она большая была, а чтобы была более-менее плоская. Вот такая примерно. И в сковородчик подправляем. Мама, я кладу галузину. О, ты вот такую большую котлету сделаешь. Вот это да, молодец. Я просто вкусно. Кушаешь? Дорогие, ну что, наш процесс, жаркий котлет запущен. Посмотрим, что получится в итоге. Ну, я думаю, вкуснота, сочность точно нас ожидают. Переворачиваю. Ну-ка. Делаем это аккуратненько. Ну вот, дорогие, такие котлетки вкусно нас получается. Ну что, дорогие, вот такой у меня вкусный сегодня ужин. Приятного всем аппетита. Пока-пока.